Я говорю, обвинись, пожалуйста, вокруг себя и найди все белые предметы и запомни. Запомни едва ли, но я уже дохрена белые. Все, теперь закрой глаза, пожалуйста. И повтори. И назови все черные предметы. Ха-ха-ха. Ты говоришь о белых предметах. Значит, смотри, черные... Твой фокус умания был на белом. Я вспомни, значит, черные предметы. И гитара там есть, черные детали. Черный подлокотник вот там. И что? Компьютер сейчас. Тетя-тетя, молодец. Смотрите, фотоаппарат у Натальи. Черная вот эта вот самая, треножничек такой маленький. Тетя, какой хороший мальчик. У Натальи в одежде есть много черных предметов. Да-да-да, правильно. У Егора тоже есть черные предметы в голове. А что фиолетовое? Так, фиолетовое... Ого, как такового очень мало близких. Ну, кстати, да. Вот, сейчас ты вспоминаешь комнату по памяти. То есть, если бы сейчас ты ее посмотрел бы совсем в другой комнате, и была установка, твое восприятие было бы сфокусировано на поиск предметов черного цвета. Закрыв глаза, ты бы увидел, что ты не видел ничего другого, кроме черного. Ну, я много чего, например, видел. Просто эта идея, как раз-таки, про фокус восприятия. Конфеты коричневые, например. Когда ты что-то, ты сейчас видишь, что вспоминал недавно... Я попробую со своими глазами, чтобы эксперимент... Он любит здесь. Ну, такое возникает ощущение, что это вот как знак. И для себя ты ее воспринимаешь как знак, и оно для тебя не имеет знак. А ты тренинги такие ведешь, да? Вот я же понимаю, что ты сейчас у нас тренинг проводишь бесплатно. А, кстати, фиолетовых предметов тут почти нет. Не знаю, паха-тираха. Нету фиолетового. Ну, она действительно много черного. А ну, вот это, в принципе, фиолетовое, смотри, в юбке. В юбке. Идея, идея была. Просто сама идея... Все, ой, вот зациклила. Сама идея не в самом упражнении, чтобы найти, а именно то, что мы когда смещаем фокус восприятия... Ого, фиолетовая рыбашка, да. То же самое на этих. Мы можем смотреть, вот сейчас я играю что-то, ты можешь смотреть и видеть, что тебе не нравится. Вот, к примеру. Вот смотришь, и вот возникает такое ощущение критики, 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 критики. Вот так, не так, не так, не так. Критика у меня возникает в отношении тех вещей, которые могут меня как-то непосредственно касаться какой-то моей жизни. А вещи, которые, скажем так, вокруг или около искусства, музыка, например, кто как рисует или что-то еще, я стараюсь не критиковать. Тут как бы критерий такой, зашло, не зашло, например, да. Есть просто как раз это из того, что позиции, говорят, стакан пуст или полный. У меня всегда возникает вопрос, в каких обстоятельствах спрашиваются. Смотри, что налито в этом стакане. Да, да, да. Вот бензобак. Ты его на бензоправке заполняешь и смотришь, насколько он полный. Когда едешь, ты смотришь, насколько он пуст. Ну да, ну да. И обстоятельства определяют. Я по новой из электроаккумулятора могу, я стараюсь заряжать на 75%. 5%. Вот, если ты наливаешь в кружку воду, следишь за тем, насколько она наполняется. То есть смотришь, насколько она полная, вот настолько заполнилась, настолько, настолько. Потому что сейчас в обстоятельствах ты следишь за наполнением. А когда ты пьешь, ты смотришь, ты воспринимаешь это наполовину пусто, потому что ты ее пьешь, потребляешь. Ну вообще. Как таки смотря что налито в эту чашку. Про мочу, если да? Просто я говорю, то, что обстоятельства. Вот это обстоятельство, например, напустим, сейчас ты слушаешь музыку, она возмущает по примеру, я не утверждаю, не я там, кто-то другой играет, снимает, он так, ты видишь, ты привыкнёшь определённым образом снимать, ну, к примеру, и я снимаю совсем, ну, блин, опять тебе личность, ну, кто-то другой снимает по-другому, и возникает у тебя желание покритиковать, ничего в этом плохого нету, потому что он делает что-то не так, как ты. Ну, скорее, у меня идёт искажение в другую сторону, мне кажется, что это со мной что-то не окей, потому что у них у всех всё нормально, а я какой-то старомодный, вы окей, я не окей, вот, не гордый. Паранойя у него нормальная вся. Дештальты эти все. У меня часто вот такое, что мир хороший, а я какой-то кривой, неправильный, ретроград, я что-то отстал, не отстал, вообще, пойду я на помойку, наемся червяков. Да, ну, что, пускай этот мир, если он такой хороший. Без меня как-нибудь. Да, а я всё равно, так если я такой плохой, давайте я себя убью как-нибудь, так не боюсь. Кому папу драть? Ты нам пригодишься. Сегодня мы как раз обсуждали профилактику самоубийства среди детей. Не, ну, можно как-нибудь не быстро там что-нибудь употребить такое, чтобы... Не так же себя, бах, молотком, а так как. Я прекрасно себя понимаю, потому что... Грустное настроение. Меня проблемы тоже очень давно интересуют, когда тоже в детстве получился такой перелом. Вот, 90-е, Советский Союз, там, я на дельтаплане летал, там, в кружки ходил, ракеты собирали, самолёты делали, там, ну, в смысле, самолёты такие на двигателях, там. Тут не стало Советского Союза и не стало ничего. И мы оказались где? С пивом, в группировке, в подвалах, все дела, там, надо, там, суетиться, собирать, там, в общак, там, ну, короче, абсолютно другая жизнь. И в этой жизни мне совсем не нравилось. Ну, да. Ребёдок, в котором ты мечтаешь ракеты запустить, там, делали ракеты, мы ставили двигатели, там, такие, ну, они сейчас как бомбочки, раньше, как двигатели, на 9 этаж, на 9 этажный дом залетел. Вот, получается, жизнь, здесь мои способности были нужны, а здесь, как говорят, внешняя реальность, говорит, давай вот тут, вот этих, по лицу настучи, вот его деньги забери, и, получается, тут обстоятельства говорят тебе о том, что ты должен быть, ну, обладать другими способностями. Ну, ты был больше интровертом, а ты, наверное, экстравертом, не знаю. У тебя интроверты ещё, ещё тоже. Ну, ты, я знаю, что сидишь там, как бы, да. И вот, я просто к тебе к чему, вот ты сейчас, как бы, это говоришь, я это вспоминаю, как через свою ситуацию, не то, что хороший и плохой, а то, что как раз вот эти способности, они сталкиваются с внешним миром, а внешним миром, говорит, ну, у меня нет способностей. Да, так это сейчас никому не нужно, да. И вот мне всегда возникает такое, вот внутри мне говорят, вот ты родился, это патриот, не хочется сказать матом. Вот, как говорят, хорошо там, где жопа теплой. Я понимаю, что не нравится, но можно искать там, где тебе хорошо, искать, где твои возможности. Ну, а с Кириллом вот эмигрировать хочет в Европу. Да, вот мне тоже хочется свалить там, ахер, сами разбирайся, родина там. Это всё дешёвая манипуляция, когда говорит родина, на мой взгляд. Здесь ты родился сразу грешник, здесь ты родился сразу тоже, если он должен, подожди. Просто такая штука. А будет хорошо, допустим, я захочу куда-то... Законим на сотрудничество. Куда-то эмигрировать, а будет ли там хорошо. А я вообще там нужен, ну, допустим, да, я вам согласен, не нравится куда-то переехать. Во-первых, это, на ресурсах надо, да, чтобы куда-то переехать. Да, это молодой лучше. Это мы и говорим о строгах. А я вообще там... Пустые шевелятся, ты можешь фокусироваться на страх. На плохом. Можешь сфокусироваться, что страх, это, мы говорим, это угроза, допускаем, что будет вот так. А фокусируемся на возможности, что это даст. Что это тебе даст в эмиграции, что она в первую очередь, что тебе от этого будет лучше. Так вот, да, насколько я там это... А я, допустим, никому не нужен буду. Это мы не рассматриваем. Почему? Мы рассматриваем сначала, как возможность тебе здесь что-то, вот, допустим, сейчас мы здесь сидим, играем. Мы реализоваться. Ну, вот, на самом деле, для меня, я понимаю, что надо садиться, писать листочек и ныть просто. Мне это бесит, вот это все бесит. Да я так ныть люблю вообще, все время ною. Они меня терпят. Это как чек-лист. То, что меня не устраивает, надо просто понимать ситуацию. Вот, когда я хочу поныть, это то, что у меня... Вот, мозоль на ноге, можно сходить в магазин за пять минут, А с мозоли больно. Ты идешь, больно, 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 больно. Ну да. Это что, как раз... Кстати, смотри, аналогия с мозолей, если она внутри, там, под ботинком. Людям же не видно, что у тебя там каждый шаг будет. Чего ты так медленно идешь? Чего ты нас подводишь? А ты им скажешь, что нога болит, я стер тут вообще. А им плевать. И вот в этом то и суть. Когда, допустим, мы посылаем человека с бегой за молоком, Этот идет 3 часа, этот час. Этот дурак, а этот молодец. Разные способности. Этот легко сбегал и пришел, а этот шел 2 часа, но еще и страдал при этом немаленно. И еще и устал там. Потому что ему больно. Он пришел, ему говорят, ты чему-то за 2 часа принес. Разные способности и возможности. По-простому наболелось. Есть наболевшие 3 момента. Первый, разошел в ванну, тут плесень. Потом пошел чайник, чайник сломался. Вот какие-то маленькие вещи складываются. Неудовлетворенности складываются. Пора помолиться в таком случае. Или песни. Мне помогает. Мне помогает. Ты лейкопластырем прикрутила, все остальное. Но она же проходит поездок постепенно. Но если, допустим, ты лейкопластырем заклеиваешь и постоянно ходишь, то ты не поживет. Туфли менять надо. Надо сменить обувь или что-то еще сделать, чтобы она прикрепила. Нужно решать эту. Нет, решать. Проблема, да. Нужно это решать. Ну да, да. Рука бойца колодка.